Вернуться домой. Сейчас это главное желание жителей приграничия, которые находятся в пунктах временного размещения. Последние месяцы обстрелы усилились, страдают наши города, села. Ситуация нестандартная, потому и помощь тоже нестандартная. И поддерживают нас как на уровне правительства страны, так и в разных регионах неравнодушные люди. Координирует прием заявок и распределение помощи общественной организации «Святой Белогорье против детского рака» и лично его основатель Евгения Кондратюк. В середине марта открыли официальный сбор для жителей Гроворонского городского округа и других приграничных территорий, пострадавших от обстрелов. Кто откликается, какие заявки поступают от тех, кому сейчас непросто, и как выстроен механизм такой большой работы, узнаем прямо сейчас. Евгения Кондратюк, гость нашей студии. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть снова в нашей студии. Ну вот сколько мы вас знаем, вы всегда помогаете взрослым, детям, привлекаете активистов, волонтеров, находите какие-то ресурсы, средства дополнительные. Вот сейчас немножко другая ситуация, наверное, и в вашей работе. Вы взаимодействуете с людьми, которые действительно оказались в трудной ситуации, многие покидали дома, не успев взять ни вещи, ничего с собой. Общаясь с ними, уже, наверное, как-то посмотрели, в каком они настроении сейчас находятся, что вы видите, может быть, то, что вас удивило? Ну, мне кажется, сейчас уже люди повеселели, они чувствуют заботу, они чувствуют тепло, потому что, ну вот, когда все начиналось, сначала были такие просьбы, когда нужно было закрывать какие-то прям базовые потребности. То есть люди убегали практически без ничего, все свое оставив дома и без одежды, только то, что на них и без каких-то там элементарных вещей. Мы стараемся подойти к каждому индивидуально, обеспечить, дать ему не только то, что ему нужно, но и то, что ему понравится. То, что ему даст какой-то определенный внутренний ресурс для того, чтобы пережить это непростое время. Ну, такой вот адресное то взаимодействие с людьми, с каждым. Ну, я знаю, что вы участвовали в размещении Грайворонца, в том числе в хосписе, помогали продуктовыми наборами, средствами личной гигиены, даже холодильники закупали. С какими еще просьбами обращаются, о чем просят? Ну, бывает необычная действительно просьба. Например, вот двое мужчин обратились, попросили именно спальные мешки. Оказалось, что они двумя семьями разместились на даче, там места очень немного. И вот настолько немного, что матрас не поместится, а спальный мешок в самый раз. Или там, например, семья тоже жила на даче, попросили котелок с шампурами, потому что готовить негде. На ПВРах, например, инвалидные коляски мы привозим. Даже вот сейчас заказали, завтра приедут как раз две индивидуальные коляски для... Ну, в общем, не совсем стандартные, мы их подобрали индивидуально под людей, заказали. Бабушкам трость подбираем, не знаю, просят платочки, просят платочки определенного цвета. И мы стараемся, ну, все эти вещи выполнять. Ну, вот настолько разные обращения. Скажите, а было такое, что вот что-то не могли выполнить? Или вообще вот в таких ситуациях что делаете, куда обращаетесь? Может быть, еще за какой-то поддержкой? Ну, на самом деле, я могу сказать, что сейчас через нашу организацию помощь приходит, не знаю, со всех уголков России, с разных совершенно мест. И мы стараемся какие-то вопросы, даже если это сложно, все равно мы стараемся вопросы решать, сообща с коллегами из других благотворительных фондов, например, крупных московских. Мне кажется, вот такая работа, которая, наверное, идет у вас круглосуточно. Сколько у вас вообще людей, сотрудников задействовано во всем этом? Ну, сотрудников немного задействовано, у нас не так-то много сотрудников, на самом деле. Но действительно, работу организации нашей сейчас приходится перестраивать коренным образом, потому что необходимо на все заявки, на все просьбы о помощи реагировать мгновенно. То есть сейчас как раз такой период, когда вот нужно все и сразу. И сначала, например, мы испытывали сложности там закупки, потому что все равно любая закупка, да, любой договор, это требует времени, а нам нужно было прямо сейчас. Ну, там есть какие-то процедуры, да, которые... Вот, ну, слава богу, и в организациях тоже люди идут навстречу, когда узнают, куда эта помощь, куда мы делаем такую крупную поставку. У нас даже вот одна организация, одеяло, подушки, постельное белье, ну, для тех грайворотцев, которые не на ПВРах разместились, а вот на дачах, там, друзей, нам директор лично привез эту поставку. Ну, то есть... Ну, то есть все как-то сплотились и стараются помочь в решении всех этих вопросов. Вот, например, на один из ПВРов мы заказали тумбочки, ну, для того, чтобы дополнительные места для хранения у людей появились, а когда руководитель организации узнал, куда эти тумбочки, ну, в итоге сказал, что... Сначала сказал, что сделает большую скидку, а по итогу, вот, привезли тумбочки и сказали, что денег не надо. Ну, вот... Ну, каждый старается какое-то маленькое доброе дело нести свой вклад вот в такую большую вашу работу. Евгения, ну, вот с чашкой поддержкой такая добрая история получилась. А про планшеты расскажите поподробнее. Ну, вот буквально сегодня как раз начали собирать списки именно школьников на ПВР. Дети занимаются дистанционно, и мы тоже обратили внимание, что, ну, понятно, с чем приехали, что, чаще всего, в лучшем случае, это чуть-чуть больше смартфон. А чаще всего это, ну, прям совсем какой-то такой телефончик, и дети тоже зрение садятся, во-первых. Во-вторых, ну, понятно, что на ПВР все равно качественный учебный процесс сложно. И мы понимаем, что детям дальше жить, расти, строить свою жизнь, поэтому важно сейчас это все не опустить. И решили вот еще такую помощь оказать, закупим планшеты для учебы, чтобы был хороший экран, и можно было дистанционно заниматься, и оплатим занятия с репетиторами. Это прямо большое дело, потому что очень сложно, да, дистанционно получать знания, тем более, когда еще находишься не дома. Скажите, а вот что касается вещей, я знаю, что вы принимаете только новые вещи, которые еще не были использованы. Вот как к этому относятся те, кто их предоставляет, ну, простые жители, которые приносят, с пониманием, и вообще, почему только неиспользованные вещи принимаете? У нас есть другие замечательные проекты, куда можно принести вещи, которые не новые, которые, например, уже носили, они стали ненужными. И там эта помощь будет уместна. А что касается вот пункта временного размещения, ведь наша самая главная задача не причинить добро, да, и впихнуть помощь во что бы то ни стало. Наша самая главная задача сохранить человека в человеке. Люди, которые потеряли все в одночасье, у которых был дом свой, а какая-то жизнь, свой уклад, они, ну, как бы, и сейчас у них не стало ничего. Они, по сути, не имеют выбора. Им что предлагают, в принципе, да, на то они и вынуждены соглашаться. Но нам кажется, что важно, чтобы они не соглашались недобровольно на это, да. Нам важно, чтобы каждый человек, который сейчас там находится, сохранил чувство собственного достоинства и имел те самые ресурсы, которые ему потом понадобятся для того, чтобы строить свою жизнь заново. Вот, поэтому, ну, вот, поэтому нам важно людям давать новые вещи, потому что они не находятся в ситуации выбора. То есть это примерно то же самое, когда вегетарианцу неделю не давать еду, а потом ему предложить кусок мяса. Ну, то есть, как бы, есть, но он хочет, наверное, согласиться, но выбора не имеет. Поэтому, ну, мы не хотим ставить перед таким выбором людей. Мне кажется, что пускай это будут вещи недорогие, но они будут новые, с этикетками. Главное, что люди выберут себе то, что им подойдет по размеру, то, что им понравится, то, что им подойдет по душе. Так же и с чашками. У нас же все чашки, которые мы раздаем, они разные. И каждый человек, он выбирает то, что ему понравится. То есть он выбирает свою любимую чашку. И многие говорят, спасибо, вот все закончится, эта чашка у нас останется, мы будем помнить. Как символ поддержки. Да, как символ поддержки. Евгения, ну вот вы уже сказали, что огромное количество людей помогает. Мы даже знаем о некоторых знаменитостях, которые также пытаются поддержать наш регион. Но это единичные случаи. А вот все-таки, как выстраиваете вот такой огромный процесс? Раньше все-таки были ориентированы немножко на медицинскую помощь. Сейчас у вас она в разы расширилась. Как элементарно не упускаете какие-то моменты, чтобы не забыть какую-то просьбу, чтобы всем вовремя откликнуться на все просьбы людей? Вы знаете, у меня один мудрый человек еще давно-давно научил, что прежде чем бежать куда-то сломя голову, первое, что нужно сделать, это сесть и подумать. Поэтому мы, в принципе, собрались, сели и подумали, и постарались распределить потоки. То есть сейчас у нас один человек занимается, например, помощью тем людям, тем семьям. Ну, в основном это дети с инвалидами или с тяжелобольными детьми, которые хотят уехать из региона. Этот же человек занимается оплатой железнодорожных билетов по России тем, кто хочет уехать. Ну, то есть наша организация, если кто-то хочет уехать, мы оплачиваем железнодорожные билеты для всей семьи. Вот. Другой человек у нас занимается приемом заявок от жителей Грайвера, на которые не находятся в ПВР. Еще один человек у нас занимается именно приемом заявок по ПВРам. Прям собираем, адресно записываем. Если, ну, как бы, есть люди, волонтеры, которые нам помогают, или мы же тоже, мы же сами собираем заявки. Ну, главное, не складывать все яйца в одну корзину. То есть у каждого своя зона ответственности, каждый отвечает за свой... Примерно так, да. Моя же задача организовывать этот процесс и коммуницировать с теми, кто хочет помочь. Давайте напомним как раз тем, кто хочет помочь, куда обратиться, чтобы предложить эту помощь. Ну, а тем, кому она нужна, опять же, как можно за ней обратиться, за этой помощью? У нас очень простой телефон 36 56 02. Вот мы сейчас, как никогда, нуждаемся в волонтерах, нам нужны руки. Мы будем очень рады любым, всем желающим, кто захочет прийти и поработать немного у нас, например, на сборе заявок. Мы будем благодарны за любую помощь. Но также, если человек нуждается, тоже нам нужно позвонить по этому номеру телефона, и мы расскажем, как ее получить. 36 56 02. И тем, кто может помочь, и тем, кто нуждается сейчас в помощи. 36 56 02. Евгения, спасибо большое, что были в студии. Спасибо большое за вашу работу. И успехов. Спасибо. Продолжение следует...